Помните, как майдановцы, захватив Киев со щитами деревянными и касками 1941 года, отправились в Москву, одновременно притесняя жителей Донбасса? А Путин, очевидно, помнит. Я думаю, что уверен, ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения, могу сказать, что главное приобретение – укрепление нашего суверенитета. И это неизбежный результат того, что сейчас происходит. Да, конечно, происходит определённая поляризация, но я считаю, и в мире, и внутри страны, я считаю, что это пойдёт только на пользу, потому что всё ненужное, вредное и всё, что нам мешает идти вперёд, будет отторгнуто. Мы будем набирать обороты, темпы развития, потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете. Все наши шаги в этом направлении направлены на укрепление суверенитета. Это первое. А второе и самое главное – мы не… хочу это подчеркнуть ещё раз, это часто звучит, я это вижу, хочу подчеркнуть, это абсолютно правильный тезис. Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начали военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине. Те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа. Здравствуйте, друзья, с вами Алина Васильева, Миновита онлайн и наши хроники войны. Вполне вероятно, что в его мозгу остались воспоминания, как выгнав майдановцев из России, русское воинство гнало их аж до Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска в последние два, конечно, не заходили. Их, как известно, там не было и никто оружие туда не поставлял. Просто местные патриотически настроенные офицеры решили, что не хотят больше видеть международные соревнования, концерты мировых звёзд и прочие нескрепные радости цивилизации. Что же касается Крыма и Севастополя, то их тоже никто не собирался захватывать, о чём Путин так скрепно рассказывал ещё в 2008 году. Французский министр иностранных дел и председатель ЕСК господин Кушнер выразил недавно озабоченность, что следующим конфликтом может быть Украина, а именно Крым и Севастополь как база российского военно-морского флота. Является ли Крым и Севастополь такой целью для России? Вы сказали следующей целью. У нас не было и здесь никакой цели. Поэтому, считаю, говорить о какой-то следующей цели некорректно. Это первое. Вы это исключаете. Если вы мне позволите ответить, то вы будете удовлетворены. Значит, Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и в общем наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это же технические дела. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом. Не собирались, но пришлось. Так как туда уже собрались отправлять поезда дружбы с нацистами. Прямо с Майдана. Да, никого не должно было смущать, что Россия остается там навсегда. Посмотрите, сколько противников воссоединения по тюрьмам, сколько бежало на материк. Все они, конечно, собирались притеснять русских. Да, именно так. Какая там агрессия или захватническая война? Мы ничего не собирались начинать. Нас вынудили. Мы защищаемся. Представляете, сколько этих желающих проводить свою политику, жить отдельно от нас со всей этой вседозволенностью в СМИ и периодическим выбором руководства? Все эти армия, мова, мира. Это ж какой пример подавала Украина? Как же можно было терпеть это дальше? Нет, мы не начинали боевые действия. А к 24 февраля нас принудили все эти русофобы. А так-то мы вообще мирные люди и хотим, чтобы все это закончилось побыстрее. Поэтому бомбили, бомбим и бомбить будем по детским садикам, домам престарелых, жилым домам, больницам. Ради мира, конечно. Вообще, кремлевский карлик так часто говорит о том, что они еще ничего не начинали, что есть повод как минимум засомневаться в их военной потенции. Показанное выше – это очередная попытка оправдаться. А вот это же существо ничего еще не начинало 7 июля. Это, по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинали. А духовые оккупанты в количестве 50 610 – это уже начало или еще поджарить для старта? В СУ взяли село Вербовка, что рядом с Волоклеей Харьковской области. Вот рашистский СУ-25 под Волоклеей. Был. А вот рашистский пропагандон подтверждает окружение сводных отрядов Самарского и Башкирского СОБР в городской черте Волоклея. В СУ окружают временно оккупированную Балаклею и выходят на Изюмскую трассу. В самом Изюме ПВО захватчиков не смогло сбить ни одной ракеты «Хаймерс». И за месяц по расположению орков прилетело около 20 пакетов этого вооружения. Освобождено село Новокузнецкое, все в той же Харьковской области. Кольцо сжимается. Украинские силы освободили Байрак. Это уже к югу от Балаклеи. Байрак. Это дерево, где Балаклея, в архивиджене, которое было избранным украинскими силами. Формируется плацдарм для заходов в тыл Донецкой группировки. Не стоит говорить о темпах контрнаступления ЗСУ. Это у ЗСУ все по плану. А Путин типа все еще никак не начнет. Добрый день, ребята. Мадяр на звязку. Еще раз хочу прокоментовать всем, кто принимается повильным просуванием військ ЗСУ на певденном направлении. Наступальные действия происходят следовательно. Шляхи подвезения оружия вооруженной армии на правообережную часть Украины локализованы и фактически закрыты. Залишаются какие-то альтернативные шляхи, благодаря понтонам, переправам, баржам и другие, но они постоянно находятся под огнем ЗСУ. Можно констатировать, что шляхи постоянного пересувания, подкрепления сил и боезапасов на правый берег Днепра для вооруженных сил остановлены. Кстати, за последний месяц уничтожено 111 складок боеприпасов и 86 военных баз-оккупантов. Все там будут. Твари. В Бердянске подорвали машину так называемого коменданта города полковника Бардина. Президент США Байден договорился с новым премьером Великобритании Ли Страс о дальнейшей поддержке Украины в противостоянии расистской агрессии. Между прочим, стало известно, что министром обороны Великобритании останется Бен Борис, неоднократно доказавший свою поддержку и дружбу с Украиной. Как же радовалась Лесня уходу Бориса Джонсона. Впрочем, пока каждый из них не столкнется впрямую с украинскими защитниками, порадовать их может любой самый бездарный спектакль, сделанный их пропагандистами. Помните, например, уничтоженный украинский десант в Энергодаре? Посмотрите теперь полностью на эту лепнину Второй армии мира. Тридцать. Восемь. Еще команда, подъем, пересыпаемся. Ай, молодцы. Может быть, говоря о том, что всерьез ничего не начиналось, имелось в виду, что массовки будут масштабнее. Впрочем, руснявые глубинарии сожрут все. На цей. Пришла на гильжене таке біля цього. Унітаз стоїть. И рядом у кульках гадость всякая. Я говорю, я не поняла, а что это вы тут гидоту таку развели? А нам не можно на улицу выходить, так мы... Так а все ж, говорю, унітаз сюди ходить. Як унітаз? Что это за унітаз? Тут минеральна вода. Нажал чашкою, набрал воду и напылся. Я так подивилась, а думаю, капец. Вообще, чокнути ее надо. И все, и пошла оттуда, бишь, ничего я им не казала. А вони як ходили, так и ходили. Унітаза вода. И вот уже даже презирающий этих дебилов террорист Гиркин обреченно, но многословно констатирует нам звезда. Война будет продолжаться до полного поражения России. Все. Чем скорее в Кремле это поймут, тем лучше. Но пока все-таки, да, там надеются на то, что сейчас мы еще немножечко надавим, сейчас еще немножечко побомбим, да, еще мы там пару котлов сделаем, хотя не очень получается. И вот тут-то они пойдут на мир, и мы там в каких-то компромиссных условиях этот мир подпишем. Этого не будет, но явно подразумевается, что на это очень многие, наверное, надеются. Начинали они что-то на своих болотах или нет, что у них, как и зачем, конечный результат этой преступной авантюры известен и понятен. Слава Украине! Империя сдохнет. Друзья, на сегодня все. Тихого вечера и тихой ночи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»